Предательство украинского народа. Кто это делает? Сегодня 14 сентября, а вы на канале Андрея Ларенова. Предательством украинского народа называют так называемый план Венса. Три дня тому назад, на 11 сентября, кандидат вице-президента Соединенных Штатов Америки, сенатор Ди-Джей Уэнс дал интервью популярному американскому блогеру Шону Райану, которое вызвало, мягко говоря, общественное движение, а грубо говоря, взрыв возмущения и массу пропагандистских комментариев в Соединенных Штатах Америки, Украине, России. Впечатления от этого интервью можно суммировать популярными комментариями, например, такими, какие появились у меня в блоге. Цитирую. «Назначенный Трампом, его вице-президент Венс дал понять, как будет действовать его шеф в отношении Украины. Это предательство украинского народа в его борьбе за свою независимость и территориальную целостность, да и предательство Европы». Конец цитаты. «Раз нас приглашают поговорить о предательстве, поговорим о предательстве». Интервью Венса сводится к трем основным элементам так называемого плана мирного урегулирования происходящей сейчас войны. Пять этих элементов включают в себя следующие. Первое. Создание демилитаризованной зоны. Прекращение огня. Вдоль текущей линии боевого соприкосновения между Россией и Украиной. Которая становится буфером для дальнейших российских вторжений. Усиленная фортификация этой линии. Второе. Нейтралитет Украины. Частью этого плана становится требование, чтобы Украина осталась нейтральной. Что Украина не становится членом НАТО. Что должно требовать удовлетворить требования безопасности России. Третье. Территориальные уступки. Этот план позволяет сохранить России контроль над оккупированными территориями Украины. Не только Крым и Донбасс, но и Херсонской и Запорожской области. Четвертое. Ответственность за восстановление Украины перекладывается на Европу. Отнюдь не на Соединенные Штаты. И тем более не на Россию. Минимизация участия Соединенных Штатов. Это пятый пункт. План нацелен на снижение объемов американской военной и бюджетной помощи Украине. В связи с возникновением этого плана и его активным обсуждением меня спрашивают. А вот это и есть тот самый план Трампа, реализующий принцип «Мир через силу». Отвечаю. Нет. Естественно, нет. Этот план не имеет ничего общего со стратегией, с принципом, хорошо известным по деятельности администрации Рейгана и по четырехлетней работе администрации Трампа под названием «Мир через силу». В предложенном плане нет ни силы, нет ни мира. Предложенный план по своему содержанию очень близок к так называемым планам Путина и планам Китая для Украины. Эти планы не имеют ничего общего с интересами Украины. Более того, это план не завершения войны, потому что этот план войну завершить не может. Это план продолжения войны. Более того, этот план гарантирует продолжение войны, но на более выгодных для агрессора условиях. Естественно, возникает вопрос с оценкой реалистичности осуществления этого плана. Давайте подумаем. Некоторые из пунктов, которые сейчас я назову, я уже обсуждал пару месяцев тому назад, когда стало известным, что Трамп выбрал в качестве вице-президента сенатора Вэнса. Некоторые добавились. Итак, Вэнс — это не Трамп. Нет ни одного публичного заявления Трампа, которым бы он поручал или разрешал бы Вэнсу высказываться от его лично имени по какому-либо вопросу, в особенности по вопросам внешней политики и тем более по вопросам российско-украинской войны. Почему это важно? Потому что сам Трамп высказывался по этим вопросам а. неоднократно и б. совершенно другими словами, выражениями, совершенно другими идеями. Давайте посмотрим, о чём говорил Трамп и что сказал Вэнс. Вэнс сказал о необходимости предоставления территориальных уступок к агрессору. Что сказал Трамп, в том числе совсем недавно, на президентских дебатах с Байденом в своём принципиальном несогласии с идеей территориальных уступок. Приемлемы ли условия Путина для вас? Трамп говорит о снижении помощи Украине со стороны Соединённых Штатов. Трамп говорит о другом, об увеличении помощи Украине со стороны Европы. Три других элемента плана Вэнса, а именно создание демилитаризованной зоны, нейтралитет Украины, ответственность Европы за восстановление Украины. Вот эти три темы Трампом никогда не затрагивались, никогда не обсуждались. Он о них ничего никогда не говорил. Самое главное, Трамп, когда говорил о своём плане завершения войны, не раз говорил о том, что он не собирается раскрывать его подробности, деталей до своей победы на выборах. Если по каким-либо причинам Трамп решил бы изменить этот свой подход и принял бы решение обнародовать свой план, вряд ли бы он отказался от удовольствия рассказать этот план самостоятельно. Я не хочу быть один из этих ребят, который сказал, yes, here's what we're going to do. Я не хочу делать это. Я не хочу сказать, что я буду делать в Норке. Wait a minute. Я не хочу сказать, что я буду делать в Норке. И я не хочу сказать, что я буду делать в Иране. Знаешь почему? Потому что не должны знать. И вы, в конце концов, вы будете устойчиваться с этим вопросом. So when you ask me, what am I going to do with the ship, the Russian ship as an example, I'm not going to tell you, but hopefully I won't have to do anything, but I'm not going to tell you. Okay, thanks. This is a plan that Trump has taken place in almost three years, which he didn't say any word publicly, which he wants to do in life after his election, and this is the same plan, which he didn't say, 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 which he didn't say. Which he didn't say, because of the Vence, the again, which he did not say, which he let them say, which he did not say DeeVence, which he didn't say, that he didn't say. блогеру. Извините, это нелепо. Естественно, возникает вопрос, а зачем Вэнс это делает? И зачем он делает так? Ну, прямо скажем, у нас нет строгого ответа на этот вопрос. Можно, конечно, предположить, что у него есть очень твердая убежденность в необходимости соблюдения фискальной дисциплины, недопущение роста бюджетного дефицита. Это даёт некоторую попытку объяснить его взгляды, но, безусловно, не оправдывает. Более реалистичным представляется версия о том, что Вэнс делает эти выступления для людей, для потенциальных избирателей в так называемых «swing states» — колеблющихся штатах. Согласно опросам общественного мнения, действительно, большинство потенциальных избирателей в этих штатах придерживаются позиции минимизации участия Соединённых Штатов Америки в военных операциях за рубежом. Действительно ли выступление Вэнса адресовано именно этой части избирателей или нет, мы сейчас сказать не можем. Но версия такая существует. Наконец, очень важно обратить внимание на то, что, что бы ни говорил Вэнс сейчас, во-первых, он является сейчас частным лицом, кандидатом в вице-президенте, но частным лицом, не осуществляющим какую-либо реальную деятельность в качестве представителя исполнительной власти. В том случае, если ООН вместе с Трампом будут избраны в качестве руководителей администрации Соединённых Штатов Америки, то внешняя политика полностью исключительно осуществляется президентом Соединённых Штатов Америки, не вице-президентом. А вице-президент выполняет лишь поручения президента в том объёме и по тем направлениям, в которых президент такие поручения даёт. И, наконец, последнее соображение. Мы видели, что господин Вэнс способен изменять свою точку зрения, в том числе довольно радикально, как это было, например, в отношении его же собственного подхода к самому господину Трампу. В любом случае, то, что говорит сегодня Вэнс, это не та политика, какую Трамп будет осуществлять в том случае, если он, Трамп, вместе с Вэнсом будет избран на выборах 5 ноября. Но высказывание Вэнса заставляют обратить особое внимание на некоторые положения, которые часто приписываются самому Трампу. Одно из самых частых обвинений, которые адресуются Трампу, это так называемая готовность Трампа идти на территориальные уступки Путину. Об этом регулярно говорят. Они давным мне в моём блоге написали о том, что Трамп якобы готов отдать, по крайней мере, Крым Путину, это точно. Тогда я попросил представить подтверждение этого утверждения. Мне действительно прислали ссылку на статью на сайте «Радио Свобода» от 1 августа 2016 года, 8 лет тому назад, когда Трамп участвовал ещё в той первой предвыборной кампании по выборам президента 2016 года. И сейчас мы потратим несколько минут для того, чтобы проанализировать на примере публикации «Радио Свобода» о том, как лгут средства массовой информации, в том числе такие когда-то уважаемые СМИ, как «Радио Свобода». Честно говоря, я в своей жизни никогда не мог бы подумать, что мне придётся говорить о лживом «Радио Свобода». Но вот пришлось. Итак, читаем заголовок материала «Радио Свобода» от 1 августа 2016 года. Кавычки открываются. «Трамп заявил, что рассмотрит возможность признания Крыма частью России». Кавычки закрываются. «Слушаем приводимые здесь же на сайте «Радио Свобода» аудиозапись того, что на самом деле сказал Трамп. И выясняем, что Трамп ничего подобного не заявлял. Он не говорил ничего подобного, потому что он собирается рассматривать признание аннексии Крыма России». То есть «Радио Свобода» приписало к Трампу непринадлежащие ему высказывания. Более того, эту ложь «Свобода» вынесла в заголовок своего материала. Читаем первое предложение этого же самого материала «Радио Свобода». Кандидат президента США от республиканской партии Дональд Трамп дал путанную интерпретацию влияния России в Украине в интервью на канале ABC News 31 июля. Внимательно слушаем еще раз аудиоверсию выступления Трампа и обнаруживаем. Трамп не давал ни путанной, ни интерпретации. Он не говорил о влиянии России в Украине, он вообще говорил о другом. Таким образом, не только заголовок, но и содержание этой статьи является лживым. Смотрим, что сказал Трамп на самом деле в своем выступлении 31 июля, о котором «Радио Свобода» сообщило на следующий день. Трамп говорит буквально следующее. Я цитирую, опять же, кавычки. Я собираюсь рассмотреть эту ситуацию. Продолжает. Но вы знаете, жители Крыма, насколько я знаю, предпочли бы быть с Россией, чем там, где они были. И на это тоже нужно обратить внимание. Конец цитаты. Таким образом, Трамп сообщил, что собираются проанализировать эту ситуацию и замечает, что, по его мнению, жители Крыма, точнее, по информации, которая ему тогда доступна, предпочитают быть с Россией. Что происходит дальше? Дальше происходит то, что нам хорошо известно. В ноябре 2016 года Трамп стал президентом. Он, очевидно, потратил какое-то время на изучение ситуации с Крымом. Что он делает после этого? Первое. Став президентом Соединенных Штатов Америки, Трамп не совершил ни одного шага, ни одного действия, не сделал ни одного намека о том, что он может признать аннексию России Крыма. Главная новость к этому часу. Дональд Трамп ждет, что Россия вернет Крым Украине. Кремль заявляет, что этого не будет. Я Егор Максимов. Здравствуйте. Как заявил пресс-секретарь Белого дома? Президент США дал ясно понять. Он ожидает возвращения аннексированного Крыма Украине. Впрочем, Шон Спайсер подчеркнул, Дональд Трамп надеется, тем не менее, поладить с Россией. Вся ирония ситуации в том, что президент Трамп ведет себя очень жестко по отношению к Москве. Он продолжает поднимать вопрос Крыма, который предыдущая администрация позволила забрать России. Официальный представитель российского МИДа только что ответила на это заявление на своем еженедельном брифинге. Ее комментарий был предельно коротким. Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации. Все. Второе. 24 июля 2018 года, то есть почти строго два года спустя после своего интервью ABC, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, то есть администрации Трампа, возглавляемый тогда Майком Помпео, обнародовал Крымскую декларацию, в которой провозгласил следующее. Официальный департамент Соединенных Штатов Америки, я хочу обратить что-то на вашу внимание. Президент Украины Петр Порошенко провел встречи со спецпредставителем госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Это произошло на полях сессии Генассамблеи ООН, которая начала работу накануне. Американский дипломат вручил Порошенко копию декларации о непризнании Крыма частью России. По словам Волкера, в ней четко указано, что США никогда не признают аннексию полуострова. Порошенко поблагодарил Соединенные Штаты за последовательную политику в этом вопросе. Третье. 27 июня 1924 года, пару месяцев тому назад, на департах с Байденом Трамп заявил, что Путину удавало захватить куски территории чужих государств при любых других президентах США, кроме него, Трампа. Россия. Они захватили много земли у Буша. Они захватили много земли у Обамы и Байдена. Они не захватили ни пяди земли. Ничего при Трампе. Ничего. Он знал, что этого делать нельзя. Не вздумайте со мной играть в эти игры. Он знал, что хорошо ладим, но не стоит играть в игры. Он ничего у меня не забрал. Но теперь он собирается забрать все у этого человека. Это война, которую не следовало начинать. Она никогда бы не началась при мне. А он собирается захватить Украину. И знаете, вы уже задавали мне вопрос, пойдете ли вы на это? Ведь он поставил нас в такое плохое положение сейчас с Украиной и Россией, потому что Украина не выигрывает эту войну. Он сказал, я никогда не соглашусь, пока не придет время. У них заканчиваются люди, солдаты. Они потеряли так много людей. Это так прискорбно. Иными словами, Трамп объявил о своем... о приверженности, своей приверженности, так сказать, абсолютному императиву, ни куска территории агрессору. Четвертое. На прямой вопрос ведущего, приемлемы ли ему, Трампу, предложение Путина о территориальных уступках агрессору, Трамп прямо так и сказал. Нет, неприемлемы. Продолжаем разбираться с предательством украинского народа. Лучше всего это сделать таким образом, чтобы сравнить и планы, и действия двух команд. С одной стороны команды Байден-Харрис, президента и вице-президента действующей в ныне администрации, и планы Трампа, и фактические действия Трампа, когда он был в течение четырех лет действующим президентом Соединенных Штатов Америки. Давайте сравним по важнейшим пунктам, какие находятся сегодня в центре рассмотрения. Первое. Отношение к переговорам с Путиным. За это выступают оба. И Байден, и Харрис. Ну, Харрис, мы знаем, немного нечасто выступала по украинской тематике, строго говоря, не выступала практически никогда, а говорила лишь о том, что она очень уважает, очень ценит то, что она оказалась в администрации Байдена. Будем исходить из предположения, что Харрис будет продолжать политику или разделять политику Байдена. Об этом говорит Трамп, о переговорах с Путиным. Более того, об этом говорит и Владимир Зеленский, президент Украины. Однако условия этих переговоров и время этих переговоров в трех случаях различаются. Байден и Харрис выступают за переговоры с Путиным тогда, когда Путин созреет для этого, когда он для этого захочет. Владимир Зеленский говорит о том, что саммит мира, второй саммит мира, на который он собирается пригласить Россию, ну, вначале он должен был состояться осенью этого года, сейчас он перенесен на 25-й год. Позиция Трампа другая. Он выступает за переговоры с Путиным со своей стороны сразу же после своей, ожидаемой им, победы на выборах 5 ноября. Таким образом, в то время, как Байден, Харрис и Зеленский откладывают эти переговоры на более поздний срок, Трамп планирует проводить их с самой высокой скоростью в ближайшее время. Следующий вопрос. Отношение к членству Украины в НАТО. Байден, Харрис. Хотя на словах говорят о том, что да, Украина, конечно, когда-то станет членом НАТО, но комментарии того же Байдена не оставляют никаких сомнений. Вначале он говорил через год, через два, через пять лет, через десять лет. Последний его комментарий был не раньше, чем через 30 лет. По жизни это означает никогда. Трамп по этому поводу не говорил ничего. Поэтому его позиция относительно членства Украины в НАТО в настоящее время неизвестна. Третье. Отношение к территориям. Байден за два с половиной года широкомасштабной путинской агрессии против Украины Байден ни разу, я подчеркиваю, ни разу не высказался ни устно, ни письменно, ни в любом документе, ни в любом тексте за сохранение полной территориальной целостности Украины. В тех случаях, когда Байден выступал единственным автором такого рода текста или такого выступления. Если были документы, которые были подписаны несколькими участниками, в частности, например, главами государств Семерки или глав государств стран НАТО, да, там такое требование содержится. Но если же документы были созданы только администрацией США, нынешней администрации США, были подписаны, скажем, интервью или выступления в печати только Байденом, этого требования восстановления полной территориальной целостности Украины не было. Соответственно, можно сделать вывод, как Байден относится к территориальной целостности Украины. Какова позиция Трампа? Мы уже говорили об этом. Трамп заявил о своей приверженности абсолютному моральному императиву, не куска территории, агрессору. Он перечислил всех американских президентов от Буша, Обамы до Байдена, при котором Путину удавалось оторвать куски чужих земель. И он сказал, что единственный президент США, при котором этого не происходило, это он. Соответственно, он взял на себя тем самым обязательство продолжать эту политику и тем самым отличаться от всех других президентов США. Соответственно, при нём новых кусков чужих территорий Путину не достанется. Ну и, наконец, есть прямой ответ Трампа в дебатах – недопустимость территориальных уступок Путину. Что касается конкретно Крыма, то на стороне Трампа Крымская декларация, отказ от признания аннексии Крыма России, на стороне Байдена Харрис отсутствие какого-либо документа, хоть сколько-нибудь напоминающего Крымскую декларацию. Никогда ничего подобного администрация Байдена Харрис, лично Байден или лично Харрис, не делали заявление о том, что Крым никогда не будет признан со стороны Соединённых Штатов Америки аннексированным Россией. Донбасс. Со стороны Трампа нет ни одного заявления о возможности признания аннексии Донбасса. Во время президентства Трампа количество военнослужащих, украинских военнослужащих, погибавших на линии соприкосновения в Донбассе, сократилось в 16 раз. Что происходило во времена президентства Байдена и вице-президентства Харрис? Возобновление массированных обстрелов украинского Донбасса началось 21 января 2021 года, на следующий же день после инаугурации Байдена и Харрис. Байден от имени своей администрации на переговорах с Путиным 16 июня 2021 года в Женеве тут же предложил предоставить политическую автономию Донбассу. То есть тем самым предложил передать Донбасс Путину. Об этом рассказала, как известно, госпожа Нуланд. В своем недавнем интервью с госпожой Нуланд Михаил Зыгарь пропустил уникальный шанс поинтересоваться у участницы попытки за спиной украинцев передать украинский Донбасс агрессору о том, как это было. Следующий пункт. Погибшие. Харрис во время последних дебатов сказала о гибели 1200 израильтян 7 октября прошлого года в результате атаки террористов Хамаса. Однако Харрис ничего не сказала о гибели десятков тысяч украинцев. Трамп об этом говорит постоянно, практически в каждом интервью и иногда даже сильно преувеличивая эту цифру, но постоянно показывая, насколько гибель людей и эта человеческая катастрофа близка его сердцу. Военная помощь. Харрис. Пока нет ни одного обязательства или обещания, что Харрис будет оказывать какую-то военную помощь в каким-либо объёмах. Что касается Байдена, мы хорошо знаем. И мы к этому ещё вернёмся. Что касается Трампа, его позиция также хорошо известна. Он говорил в прошлом году о том, что он вначале попытается договориться с обоими, с Зеленским и с Путиным. А в том случае, если Путину не удастся договориться с Зеленским, то тогда он, Трамп, цитирую, даст Украине столько, сколько Украина никогда ранее не получала. А теперь, пожалуй, одна из самых важных позиций, которая требует отдельного внимания, потому что будет немало цифр. Военные расходы во времена президентства Трампа и президентства Байдена. Фактически военные расходы. Эти данные почерпнуты из публикации самой организации НАТО, которая накануне последнего саммита в Вашингтоне в июне этого года, в начале июня, опубликовала соответствующие таблицы. Это являются официальные данные всех стран НАТО, согласованные, сведённые по единой методологии и представленные общественности. Итак, сопоставляются данные военных расходов стран НАТО, в том числе и Соединённых Штатов Америки, в течение четырёх лет президентства Трампа с 2017 по 2020 и трёх лет президентства Байдена. В среднем ежегодное значение с тем, чтобы эти данные были сопоставимыми. Данные представлены в постоянных ценах 2015 года. При Трампе произошло увеличение ежегодных расходов стран НАТО всех на 105 миллиардов долларов. Причём эта сумма почти поровну разделилась между Соединёнными Штатами, в которых произошло увеличение военных расходов на 53 миллиарда, и в европейских странах, членах НАТО и Канаде. Там произошло увеличение на 52 миллиарда долларов. Что произошло при Байдене? Опять-таки речь идёт о среднегодовых военных расходах стран НАТО. Они увеличились, но увеличились вдвое меньше, на 50 миллиардов долларов в ежегодном измерении. А разделение между группами стран оказалось совсем другим. Военные расходы Соединённых Штатов Америки в постоянных ценах при Байдене сократились на полмиллиарда долларов, а в европейских странах, членах НАТО и Канаде увеличились на 51 миллиард долларов. Это беспрецедентная ситуация, когда в течение двух с половиной лет в Европе идёт крупнейшая после Второй мировой войны новая война, а военные расходы Соединённых Штатов Америки не только не возросли, а сократились в реальном измерении на полмиллиарда долларов. Военные расходы в процентах к ВВП. При Трампе, все страны НАТО, при Трампе произошло увеличение на 0,2% пункта ВВП, при Байдене произошло сокращение на 0,2% пункта ВВП. Военные расходы Соединённых Штатов Америки в процентах к ВВП. При Трампе плюс 0,3% пункта, при Байдене минус 0,3% пункта. Военные расходы европейских стран, членов НАТО и Канады в процентах ВВП. При Трампе плюс 0,3%, при Байдене минус 0,05%. Пожалуй, самая кричащая цифра – изменение численности военнослужащих в вооружённых силах Соединённых Штатов Америки. При Трампе плюс прирост на 45 тысяч военнослужащих, при Байдене сокращение на 61 тысячу военнослужащих. В истории Соединённых Штатов Америки за последние более чем столетия, когда в Европе или в каком-то другом месте мира происходила бы крупная война, Первая или Вторая мировая, или какие-то другие крупные конфликты, ситуация, при которой численность военнослужащих в Соединённых Штатах Америки сокращается, такого не было никогда. Это произошло только при Байдене. Поговорим теперь не только о планах, но и о фактических действиях. Особенно в последние почти четыре года госпожа Камала Харрис выступает сейчас в качестве кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки. В отличие от вице-президента Вэнса или бывшего президента Трампа, который сейчас является частными гражданами, она в течение последних более чем трёх с половиной лет находится в исполнительной власти, причём на важнейшем посту после президента. Вице-президент обладает самым большим объёмом власти, полномочий, административного ресурса после президента. Что сделала госпожа Харрис в качестве защиты Украины за это время? Ещё раз. Не то, что она говорила, например, в Варшаве, какой она посетила некоторое время тому назад, и не то, что размещается сейчас в роликах госпожи Харрис в Пенсильвании и в других Swing States, о том, что она сделала в Вашингтоне на главном своём рабочем месте для помощи Украине. Важно не то, что она обещает сделать тогда, когда она надеется, что её изберут, а то, что она делала в то время, когда она обладала, и как она обладает сейчас, всеми рычагами исполнительной власти, о которых она просит избирателей. Итак, администрация Байдена Харрис в самые же первые дни своего нахождения в Белом доме сняли санкции со строительства Северного потока, Путинского Северного потока. Те самые санкции, какие вёл Трамп. Администрация Байдена Харрис уже в самый первый день запретили строительство нефтепровода из Канады, Кейстоун. Байден подписал киоски безумные соглашения. Всё это вместе привело к поддержанию исключительно высоких цен на энергоносители на мировых рынках, что подарило Путину сотни миллиардов долларов дополнительных доходов. Делали что-либо подобное Трамп. Нет, ничего подобного. Наоборот, стимулировав строительство нефтепровода, не подписывал эти киоски соглашения. Цены на нефть были на мировом рынке умеренными. Администрация Байдена Харрис в течение многих месяцев отказывалась от разговоров с Зеленским, в то же время постоянно разговаривая с Путиным. Кто здесь помогал и кто предавал украинцев? Вэнс, Трамп или Байден и Харрис? В июне 21-го года Байден провёл саммит с Путиным. Встречу с Зеленским он переносил неоднократно и провёл её только через три месяца, в сентябре 21-го года. Кто предавал украинского президента? Трамп или Байден? Кто предложил Путину политическую автономию для Донбасса на переговорах в Женеве в 21-м году? Трамп или Байден? Кто проводил переговоры с Путиным в ноябре 21-го года через своего посланца Бёрнса? Переговоры о правилах ведения широкомасштабной агрессии против Украины? Трамп или Байден? Кто в течение многих месяцев в 21-м году отказывался от назначения посла Соединённых Штатов Америки в Киеве, в Украине? Трамп или Байден? Кто в декабре 21-го года заявил об отказе о размещении ракет на территории Украины, тем самым приглашая Путина к вторжению в Украину? Трамп или Байден? Кто вывел американских военнослужащих в территории Украины накануне 24-го февраля 22-го года? Трамп или Байден? Кто вывел корабли военно-морского флота Соединённых Штатов Америки из Чёрного моря накануне 24-го февраля? Трамп или Байден? Кто вывел американское посольство из Киева накануне 24-го февраля, а потом уже из Украины? Трамп или Байден? Кто за неделю до фактического вторжения заявил, что маленькое вторжение это не агрессия? Это был Трамп или Байден? Россия понесёт ответственность, если вторгнется. И это зависит от её действий. Одно дело, если это небольшое вторжение, тогда нам придётся спорить о том, что делать и что не делать и так далее. Кто как минимум дважды приглашал Зеленского бросить свою страну и улететь на самолёте, который он ему предоставляет? Это был Трамп или Байден? Кто отказывался вводить санкции накануне широкомасштабного вторжения путинских войск? Это был Трамп или Байден? Кто отказывался от поставок оружия Украине накануне этого вторжения? Опять же, это был Трамп или это был всё-таки Байден? Это была администрация Байдена Харрис. Сказала ли госпожа Харрис хоть одно слово осуждение этих действий, возражение этим действием? Как-нибудь она выразила сожаление, что это произошло? Началась широкомасштабная агрессия. Кто отказал Украине от закрытия украинского неба, от атак агрессора? Кто отказался от предоставления необходимых средств ПВО? Трамп? Венс? Или администрация Байдена Харрис? Кто запретил ВСУ наносить удары по военным объектам на территории агрессора? Это был Венс? Это был Трамп? Или это была администрация Байдена Харрис? Кто запрещал и по-прежнему не в восторге от проведения операции ВСУ на территории агрессора? Венс? Трамп? Которые по поводу этого ничего не сказали? Или это окрики из Вашингтона? Откуда расстаются от администрации Байдена Харрис? Кто отказывался в течение этих более чем двух с половиной лет ширкомасштабной агрессии от поставок разнообразных видов оружия, боеприпасов, техники, сражающиеся в Украине? Трамп и Венс или Байден Харрис? Кто так и не поставил необходимого количества боевой техники, о которой вынужден был даже публично написать генерал Залужный еще в декабре 22-го года? Трамп или Байден? А это оружие, эта техника так и не поставлена в полном объеме Украины. Кто до сих пор отказывается поставлять Украине какие-либо самолеты из Соединенных Штатов Америки? Это Трамп и Венс или Байден и Харрис? Издевательство в отношении Украины с поставками танков. В начале более года тянучка, а потом поставка 31-го танка Абрамс. Сколько было поставлено в Советский Союз во время Второй мировой войны танков? 12,5 тысяч. Сейчас за два с половиной года 31. Самолетов тогда за 4 года почти 19 тысяч. Сейчас ноль. Кто заблокировал запуск закона о Лен-Лизе? подготовленной республиканцами, за которую проголосовал Конгресс Соединенных Штатов Америки и Байден его был вынужден подписать еще 9 мая 22-го года? Кто заблокировал его в исполнении? Трамп и Венс или Байден с Харрис? Кто не позволил рассматривать в Верхней Палате Конгресса Сенате второе издание закона о Лен-Лизе, которое было предложено республиканцами в 24-м году? Байден и Харрис. Кто отказался от поставок необходимого Украине числа боеприпасов? Сейчас за два года и почти семь месяцев широкомасштабной агрессии Соединенные Штаты под руководством администрации Байдена и Харрис поставили Украине чуть более пяти миллионов снарядов. А Северная Корея поставила Путину шесть миллионов снарядов. Северная Корея поставила снарядов агрессору больше, чем администрация Байдена Харрис поставила Украине за два с половиной года этой широкомасштабной агрессии. Какие масштабы военного производства в России? Недавно Чемизов, путинский подельник, сообщил о том, что военное производство одного Ростеха составляет почти 60 миллиардов долларов за последние три года. В то же самое время генерал Остин, руководитель Пентагона, на последнем Рамштайне рассказал, что все новые инвестиции в увеличение объемов вооружения, производства вооружения во всех 50 странах Рамштайна за все это время составили 5,6 миллиарда долларов, в 10 раз меньше. Кто в этом виноват? Трамп и Венс или Байден и Харрис? Два года администрация Байдена и Харрис не поставляли Украине никаких ракет. Затем они стали поставлять эти ракеты, но запретили использовать ракеты повышенной дальности для того, чтобы наносить ими удары по военным объектам на территории России. Это Трамп с Венсом запрещают наносить удары ракетами по российской территории или Байден и Харрис. Администрация Байдена и Харрис регулярно уничтожает огромное количество боевой техники, оружия, боеприпасов на территории Соединенных Штатов, не передавая их Украине. Это предательство Венса Трампа или Байдена и Харрис. Блокаду военной помощи со стороны США в Украине в течение четырех месяцев с декабря 23-го по апрель 24-го года осуществлял кто? Байден. Трамп в это время вырабатывал новый проект, законопроект, который мог пройти Конгресс Соединенных Штатов Америки, за который можно было проголосовать. Он добился этого. И законопроект на 61 миллиард долларов Конгрессом был проголосован. И сколько из этих 61 миллиарда долларов военной помощи оказалось на территории Украины? 61 2 миллиарда. Кто шантажировал республиканцев, палату представителей, весь Конгресс, Украину? В течение всего этого времени администрация Байдена Харрис. В результате всех поставок насколько были завышены цены на поставленную военную помощь в Украине? То есть на официальную сумму в 30 миллиардов долларов реальные поставки оказались в размере 22 миллиардов долларов, а 8 миллиардов долларов были забыли. Это то, что составило завышение цен. Это кто сделал? Трамп с Вэнсом или Байден с Харрисом? Кто отказывался и продолжает отказываться от использования полномочий по каналу ПДА поставки военной помощи Украине? в 22 финансовом году на почти 2 миллиарда долларов, в 23 финансовом году на 4 миллиарда долларов и в 24 финансовом году на 5,8 миллиардов долларов? Кто это делает? Трамп с Вэнсом или Байден с Харрисом? Не надо рассказывать о том, что Харрис сделает тогда, когда она надеется ее изберут. Пусть она расскажет то, что она делает сейчас для того, чтобы помочь Украине. Самое главное, при ком произошло оба, произошли оба широкомасштабных вторжения путинских войск в Украину в 14 году в Крым и Донбасс, в 22 году на всю территорию Украины. Это было при Трампе или это было при Байдене и Обаме в 14 году, и Байдене и Харрис в 22 и продолжается последние три года. Увы, этот список можно продолжать долго, но результатом действия именно Байдена Харрис, этой администрации, стало и это широкомасштабное вторжение путинских орд в Украину, убийство десятков тысяч украинцев, ранения сотен тысяч, страдания, чудовищные страдания миллионов людей, колоссальное разрушение в самой стране. Только слепой, глухой или совершенно продажный агент Байдена Харрис Путина не может не видеть, кто именно совершает предательство украинского народа. Когда вам, уважаемые зрители, в следующий раз будут лгать о Трампе, ну и за компанию Авенси, но о Трампе, который не пропускает фактически ни единого шанса, ни одного выступления, чтобы не говорить о гибели десятков тысяч людей, о невероятных страданиях миллионов, о колоссальных разрушениях в Украине, помните, что все эти преступления против народа Украины не могли бы быть совершены агрессором без попустительства, трусости, прямого содействия и циничного предательства со стороны администрации Байдена Харрис. Всего вам доброго. Продолжение следует...